всем привет в прошлом видео я показывал как запустить wordpress на встроенную php сервер сервере но для этого требуется чтобы php был установлен на вашей хостовой машине если же по какой-то причине php у вас не установлен это на вашей хостовой машине это можно сделать через докер контейнер полностью через докер контейнер я сейчас покажу как это сделать для начала что нам нужно для начала нам нужно перейти наши контейнеры вообще это нужно сделать во всех контейнерах но мы будем делать пока с контейнером mysql потому что только он нам нужен пока для wordpress а то есть что нам нужно изначально нам нужно будет создать сеть команды docker network create docker network ну или какое-либо другое имя я придумал такое унифицированное имя чтобы было легко запоминаемо вот но это значит эта сеть у меня уже создана поэтому мне команда выполнение команды возвращает эту ошибку можно посмотреть список сетей команды docker network ls здесь мы видим нашу сеть docker network драйвер у нее bridge для чего нам это нужно так как мы будем запускать наш wordpress в режиме контейнера нам необходимо будет соединить наш wordpress контейнер по сети с mysql контейнером для этого мы их объединим в одну сеть которая называется docker network теперь теперь мы перейдем в папку контейнером mysql и посмотрим как нужно модифицировать файл docker compose файле docker compose нужно добавить вот эту вот секцию со всеми доступами что делает значит эта секция эта секция переопределяет дефолтную сеть которые будут создаваться вот эти контейнеры при их создании и необходимо будет пересоздать этот контейнер команды докер композдаун вот у нас значит пересоздаются контейнеры но значит про сеть у нас сообщается то что докер сеть внешне поэтому удаление этой сети не произошло у нас определена как внешне вот теперь значит мы поднимаем контейнеры обратим внимание что при создании контейнеров у нас не создается дефолтная сеть как у нас было в прошлый раз mysql дефолт соответственно мы можем посмотреть команды docker inspect наш контейнер например mysql и увидеть что контейнер mysql находится в сети docker network с неким айпишником вот айпишник контейнера все у нас все устраивает ну проверим работу php my админа заодно что у нас работает да он у нас работает вопросов нет идем дальше то есть у нас сейчас запущено два контейнера сети docker network нам нужно запустить wordpress контейнер для этого мы переходим в папку проекта и project vp тест наш прошлый и сюда нам необходимо взять docker compose файл для wordpress для wordpress для этого мы переходим в наш гитлаб компания идем в сниппеты я здесь сделал уже сниппет с файликом docker compose соответственно вот он давайте мы его стянем будем смотреть что там у нас есть курл минусо название файла docker compose ямл и путь до файла проверяем да у нас появился файл docker compose давайте его посмотрим что у нас там есть это как обычно версия композа описываем нашу опять-таки сеть куда у нас должны быть присоединяться все сервисы описанные ниже здесь в качестве образа у нас указано образ wordpress с php apache здесь порты которые мы экспозируем здесь значит мы текущую директорию с кодом монтируем на папку каталог varvv html контейнера и вот это вот ключевая вещь то есть мы через эту опцию перечисляем все наши контейнеры которым у нас будет подключен наш контейнер с wordpress если мы напишем команду docker ps мы можем увидеть имя нашего контейнера mysql у mysql всегда при любом создании пересоздание имя контейнера будет mysql почему это так потому что если мы зайдем если мы посмотрим docker compose mysql контейнера можем увидеть что у него есть опция контейнер name которая говорит о том чтобы при любом пересоздании этого контейнера контейнер всегда имел постоянное персистент имя mysql все таким образом еще раз просмотрим этот файл таким образом мы у нас создастся один контейнер с образом вот этим вот и экспозирует порт 80 проверяем значит идем на наш wordpress на наш localhosts что же мы видим мы видим мы увидим на ошибку ошибка у нас появилась в динаме только 3 из Territas соединения с базой данных. Почему у нас это произошло? Потому что раньше... Сейчас мы посмотрим наш vpconfig. Где у нас параметры базы данных? Вот у нас параметры базы данных. У нас раньше мы подключались к серверу базы данных через наш локальный IP адрес. То есть когда мы запускаем контейнер. DockerPS команда. Мы можем посмотреть. Когда мы запускаем контейнер, создаем MySQL. У нас порт прокидывается на все интерфейсы. Соответственно 127.0.1 тоже входит в число этих интерфейсов. Но контейнер с WordPress абсолютно ничего не знает об IP адресе 127.0.1. То есть он не видит на адресе 127.0.1 никакой сервис базы данных. Оно и понятно. Ему нужно для подключения к базе данных идти на сервер контейнер MySQL. Для этого мы просто как раз таки дописываем... Мы просто в external links дописываем имя контейнера, к которому он подключен. Соответственно после этого у нас будет доступна помимо... У нас будет доступна в WordPress контейнере база данных по имени MySQL. Что мы делаем значит? Мы открываем на редактирование наш vpconfig и меняем 127.0.0.1 на наш MySQL. Все. После этого мы обновляем нашу страницу с WordPress. Увидим, что наш блок также работает. При этом у нас теперь все запущено исключительно в контейнерах. А именно WordPress, MySQL, PHPMyAdmin. У нас не используется никакое локальное окружение. Только исключительно из контейнеров. Наверное на этом видео я буду... А, ну также я хочу сказать, что для того чтобы ваши остальные сервисы... То есть вот сейчас перейдем в контейнеры... У нас же здесь еще есть например тот же Redis... Для того чтобы ваши другие контейнеры и сервисы были доступны... Были также в этой дефолтной сети внешний Docker Network... Нужно будет поправить файл Docker Compose... Дописать вот эти строчки... И соответственно просто пересоздать... Пересоздать контейнеры... То есть мы тушим контейнер... И поднимаем его вновь... При этом все данные останутся. Так как мы папки монтируем... Все у нас будет хорошо. Если мы сейчас посмотрим... Docker Inspektrum Container Redis... Мы видим, что он тоже в сети Docker Network... Ну вот... В принципе на этом я наверное завершу цикл... Небольшой цикл своих видео... Про... Локальную разработку... Разворот окружения для WordPress... Всем спасибо... Пока... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok